По всей стране с каждым днём ширится движение помощи нашим войскам, сражающимся в зоне спецоперации. Кто-то собирает и отсылает на фронт продукты питания, кто-то обмундирование и прочую амуницию. В столице Верхневолжья простые горожане навострились плести такую нужную на передовой вещь, как маскировочные сети. Ещё со времён Пересвета и Осляпи православная церковь вставала вместе со всем народом на защиту Родины. Не удивительно, что и сейчас настоятель храма «Неупиваемая чаша» в Тверском микрорайоне Южный с удовольствием предоставил часть церковных помещений прихожанкам, дав поручение соврать группу для помощи фронту. Откликнулись не только жители окрестных домов. Начиналось всё с прихожан, а потом люди начали приглашать своих друзей, знакомых. Узнали из интернета какие-то люди, которые даже в других районах живут, и стали к нам приходить и тоже заниматься этим делом. Мы начали всё это в феврале. Первый урок по плетению у нас был 8 марта. То есть женщины в свой праздник пришли и начали делать такое важное дело. Такое важное дело – это плетение маскировочных сетей. Как говорят добровольцы, напрямую контактирующие с военными, на фронте это самый настоящий расходный материал. Поэтому работают женщины, не покладая рук. В день делают сетку размером 3 на 6. На передовую ушло уже 69 единиц. Что касается технологии, то основу составляет обыкновенная волейбольная сеть, в которую вплетаются ленты. Они фиксируются с двух сторон. Вначале завязываются на два узла, потом через каждую клеточку пропускаются. Повороты делаются определенным образом, чтобы сетка не висела и меньше разрывов было, более плотно лежало. И в конце тоже фиксируются двумя узлами. Помимо маскировочных сетей, здесь же изготавливались и окопные свечи. А вообще масштаб проекта растет. Присоединиться к нему хотят уже и в других муниципалитетах. А что касается Твери, то лишние руки все равно никогда не помешают. Подробности можно узнать в интернете, найдя группу «Зов Тверь». Ну а самый простой вариант – прийти сюда, в храм «Неупиваемая чаша» и внести свою лепту в помощь фронту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!